Как? Гришки-ребетишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я играю в Майнкрафт Снова Пескать. А это значит, что сегодня у нас будет шаришка. Это значит, что сегодня я придумал новый троллинг, который сможет разозлить Катюху прям на все 100%. Никто ее не сможет спасти, даже те, кто каждый раз палят меня перед ней, то что я планирую для нее какой-то троллинг. Но я просто так не сдамся, пока она еще не отошла от нашего золотого огроменного сральника, который мы сделали в предыдущей серии выживания, она просто целыми днями о нем только разговаривает, он ей на самом деле очень сильно понравился. Пока она находится под впечатлением, я придумал офигительный челлендж, который даже немного подсказали мне подписчики в комментариях. Учитывая то, что я читаю все комментарии, много идей я беру как раз таки оттуда. Нет, 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 еще раз нет, ни ты Михуил, ни кто-то из комментариев, вы меня не сможете отгореть от того, чтобы я сегодня не затроллил Катюху. Хоть я в курсе на самом деле, Катя мне рассказала в предыдущий раз, когда я ее троллил, то что многие подписчики палят меня в комментах. Каждый раз, когда я делаю какой-то троллинг, они сразу же бегут к Кате и начинают ябничать. Катя! Эдисон опять построил какой-то троллинг, будь внимательна! На сегодня я такой троллинг построил, с которым меня никто не сможет спалить, даже если захочет. Ты знаешь, тогда, когда я буду троллить Катюху. Мы спускаемся, да, ты понял, куда мы спускаемся? Именно туда, где закончился предыдущий троллинг Кати. Именно там, где я поставил шесть алмазов. Катя взорвала алмазы, но как потом оказалось, Катя знала то, что это произойдет. Но ничего страшного. До записи этого ролика я потратил примерно три часа, чтобы построить вот это. У Гарри Поттера есть тайная комната. А у меня есть троллинг комната для Кати. Нажимаем на рычажок. Опачки! Именно здесь, в следующей серии, произойдет то, что должно было произойти давным-давно. На самом деле, это комната просто моей мечты. Супер-гипер-труппер с крутым входом. Прекрасно. 40 минут на него потратил, чтобы все это построить. Моя задача в этой серии сделать здесь для Кати просто логово девушки. На самом деле, это логово как будет моим в будущем. Но Кате мы скажем то, что эта комната будет только для нее. То есть, что здесь нужно сделать? Да, задача не из простых. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы троллинг удался. А именно, нужно заманить Катю как-то в эту пещеру. Учитывая то, что она сюда никогда больше в жизни не спустится. Потому что, ну, в предыдущий раз ее здесь 20 интей ожидало. Я должен ее сюда заманить. Что для этого нам понадобится? В первую очередь, сундучок, в котором есть все необходимые предметы, которые мне понадобятся именно на эту серию. Я планирую сделать эту комнату комнатой мечты. Двухспальная кровать. Бильярд. Расслабляющая джакузи. Личный массажер. Бесплатный кофе и бесплатный чай круглые сутки. Ну и, естественно, примерно 5 бочек морковки. Потому что все мы знаем, что Катя душу продаст за килограмм морковки. И вся суть этого троллинга заключается в том, чтобы Катя потеряла всю свою алмазную бронь. Все свои уровни, которые она добывала на нашей ферме скелетов, все свои зачарования. И всю жизнь проходила в кожаной броне, которую невозможно снять, потому что она будет зачарена на проклятие несъемности. Как я все это сделаю? Пока же сам в душе не чаю, но я уверен, что на все получится. Если все же Катя меня бросит или убьет после этой серии, то помните меня таким молодым, здоровым и троллинг мастером. Или троллинг пипукой, так меня Катя называет. Вот. Опа. И опа. Первое, что мы с тобой построим, это двуспальную кровать для настоящей принцессы. На самом деле, очень сильно люблю использовать вот эти костры, потому что блоки, когда их потушишь... А где моя лопата? Вот моя лопата. Блоки, когда их потушишь, выглядят очень круто. Это мы ломаем, и все, что мне осталось сюда добавить, это два баннера и красный ковер. Баннера! Где баннера? Опа. И с другой стороны также. Опа. Ну и конечно же коврик. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И двуспальная, самая красивая кровать на этой планете готова. Еще не хватает, конечно, немножко фонарчиков, чтобы все это дело осветить. Фонарь, я не знаю, куда можно запиндюлить, куда-то без разницы вот так. Вот. Главное, чтобы он ночью у Кати на голову не свалился. Самое главное, что сыграет ключевую роль в нашем троллинге, это, естественно, стойка для брони. На кой чёрт она нам нужна? Я это всё объясню, даже не парься, но только чуточку позже. Она где-то будет находиться, ну, примерно где-то вот здесь. И сейчас я ещё построю столик для бильярда. Сейчас также я тебе покажу, что нужно, чтобы его сделать. Четыре таблички и две досочки. Ничего такого. И что самое главное, нам нужно поставить сюда как можно больше люков со всех сторон. Так, так, так. Их нужно закрыть сразу же. И с другой стороны также ещё два люка пиндюхаем. И всё, что нужно, наверх, это поставить просто зелёный коврик. Один кей, два кей. И со стороны выглядит как будто это столик для бильярда. Конечно, шаров здесь нет, и лунок здесь тоже нет. Но как без нить, это Майнкрафт, я по-другому не могу сделать. Надо проложить дорожечку, которая сразу же будет идти вот туда, к нашей кровати. Чтобы Катя сразу поняла, куда ей нужно идти. Но, естественно, это не всё, что я буду делать в этой комнате для девочек. До следующей серии я здесь, наверное, даже все стены розовыми сделаю. И реально, джакузи личного массажёра. Найму ей на один день, чтобы он здесь работал и пятки массажировал. Но сейчас надо перейти к самому главному. Ладно, всё, хорошо, пока я бегу домой, я тебе быстренько объясню, в чём будет заключаться этот троллинг. Если ты ещё до сих пор не понял, надо тортик за хомячик. Троллинг будет заключаться в том, что я обманным способом заставлю Катю снять свою алмазную броньку. Кто орёт? Опять соседи ночью ругаются. Вот это вот, что один, что другой. Мне в голову пришла эта идея именно тогда, когда я случайно заглянул вот в этот наш забытый сундук и увидел то, что у меня здесь есть кожаные ботинки на проклятие несъёмности. И также кожаные штаны на проклятие несъёмности. Только ботинки ещё зачарены на прочность 3, что ещё намного лучше, чем я мог даже предположить. После этого я немного порыскал по нашим сундукам и также заметил, у нас здесь куча, вот, куча книг. Я также заметил ещё одну чередейскую книгу, которую мы нашли в Танжах. В корабле, скорее всего, зато нужен где-то посередине океана. Проклятие несъёмности и шипы 1. После этого я отправился на остров Кати, где находится её рыбацкий домик. И там, где находится наша автоматическая ферма рыбалки. Зашёл в сундучок и также нашёл эту самую книгу на... Нет, это проклятие утраты, это не то. Вот, проклятие несъёмности и ледоход 2. То есть, есть уже две вещи, которые зачарены на проклятие несъёмности. И есть две книги, которые тоже помогут мне зачарить вещи на проклятие несъёмности. А? Уловил мысль? Сейчас я скрафчу полностью весь сет кожаной брони. Нам ещё не хватает шлема. Шлем же вроде был вот в этом сундуке, если не ошибаюсь. Да, шлем вот здесь. Сейчас я возьму немножечко кожи, которая здесь у нас есть. И скрафчу Кате и в чуганчик. Вот так. И всё, что сейчас нужно сделать, это зайти в наковальню, зачарить курточку на... ...шипы и проклятие несъёмности. Вот так. И зачарить кожаный шлем также на проклятие несъёмности. И сейчас у нас весь сет кожаной брони просто проклят. Но, а для того, чтобы у Кати было больше мотивации нацепить на себя вот этот кожаный сет, нужно взять розовый краситель и покрасить все эти вещички, естественно, в какой? В розовый. Да, девушкам только розовый цвет, да подавай. Всё очень просто. Просто на секунду представь, как Катя затроллится, когда она не сможет примерно в ближайшие серии 5-10 выживания носить свою алмазную броньку, которую она добывала где-то последней серии 10. Потому что она её чинила, она её чарила, а сейчас она не сможет даже в ней ходить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Я попрошу Катю только об одной услуге. Чтобы она брала вещи и сразу же надевала её вот так правой кнопкой. Чтобы она не заходила в инвентарь и не смотрела, на что же зачарены эти вещи. Ну, а сейчас ключевой, финальный момент. Как же заставить Катю спуститься вот сюда? В логово... Монека... Не-не-не. В моё логово. Милочка! Дорогушечка! Я уверен, что тебе в тёмной-тёмной пещере будет очень уютно. Я тебе там освещу как можно больше. Ты, главное, сиди там до следующей серии выживания. Катюшка придёт. Я уверен, что она за тобой придёт. Сначала она будет ругаться, что я с ты взял её Милку. А потом она, скорее всего, меня зацелует. Из-за того, что я построил ей такое уединённое место. Там, где она сможет спрятаться от меня. И я перестану ей трепать нервы. Пошли сюда, Милочка. Пошли. Я тебя притарабаню вот сюда. Сиди здесь. А вот ты, стойка для брони и сама броня, должна сделать своё дело. Боже, мне даже страшно, как отреагирует Катя, когда узнает, что в ближайшие 10 серий она должна будет ходить вот в этой несъёмной броне. Чё-то мне кажется, что в следующей серии я действительно стану холостяком. Но самое главное, даже главнее вот этого всего я тебе не сказал. Даже главнее, чем вот эта потайная комната. Я что-то припас напоследок. Некий секретик. Но, к сожалению, его я рассказать не смогу. Потому что, если я это сделаю, то меня опять спалят перед Катей. И снова весь мой троллинг пойдёт к коту под одно место. Что именно я приготовил для тебя и для Кати? Ой, простите, пожалуйста, но вы это не узнаете. Ну, разве что только в следующей серии выживания. Друзья! Дети! Нургамед, Мухамед, Ахмед, Три коровы, Пашка-Машка, Сасашка, Наташка, Толик и все остальные члены нашей семьи, скорее всего, со следующей серии я стану отцом-одиночкой и буду воспитывать вас самостоятельно. Но я должен пойти на такие жертвы. Ведь, якотя жопик, вы хухлядская, думает, что если ей мои подписчики палят каждый мой троллинг, то всё же я не найду способ, как заставить её злиться, кричать и просто жаловаться на весь мир. То, что... Да ты можешь залезть, алло? То, что всё же я смог её затроллить. В следующей серии совершится правосудие. А если всё же кто-то надумает спалить меня перед Катей, то я с помощью вот этой волшебной палочки превращу его в жабу. АВАДА КЕДАВРА! Бракованная АВАДА КЕДАВРА какая-то. Спалишь? Нос откушу. Всё. Алло? Да. Алло? Не верь никому, меня подставить хотят. Хорошо. Не поверишь? Не поверю. Хорошо. Если что, это всё не я, это меня... Это не я. Это не ты. Это не я, это подстава. Это ты. Это не я подстава. Это подстава. Опять подставили.